Добрый вечер! На календаре воскресенье 22 апреля на канале общественного телевидения НКР время русскоязычной программы Вестник. Сегодня в передаче. Президент Бакуса Акян представил сообщение о выполнении годовой программы. В Степанакерте состоялось совместное заседание Госкомиссии НКР и Армении. Студенты-юристы Альма Матер провели виртуальный показательный суд по геноциду в Мараге. Очередной брейн-ринг организовали филологи Арцахского госуниверситета. Итак, подробное изложение анонсированных и некоторых других материалов. 16 апреля президент Республики Арцах Бакуса Акян принял членов инициативной группы по организации в Арцахе международной конференции по проблемам современной физики. Были обсуждены вопросы организации мероприятия. В четверг, согласно новой конституции НКР, президент Бакуса Акян выступил в парламенте с сообщением о выполнении годовой программы и задачах на следующий год трехлетней программы своего президентства. Правда, в начале своего слова президент с воодушевлением отозвался о поступившем от председателя постоянной парламентской комиссии по вопросам безопасности, правопорядка и законности Жанны Голстян предложении по назначению почетной выплаты женам военнослужащих. Говоря об итогах 2017 года, Бакуса Акян назвал его достаточно активным для НКР. Достигнут прогресс по всем стратегическим направлениям. Было успешно продолжено армейское строительство от военно-технического оснащения до социальной заботы о военнослужащих и их семьях. Отмечен прогресс по приоритетным направлениям внешней политики, мирное карабахское урегулирование, международное признание НКР и развитие двусторонних связей с административно-территориальными единицами различных государств. Нагорно-Карабахскую республику признал Сенат американского штата Мичиган. Вопрос признания Арцаха включила в свою политическую программу партия зелёных Австралии. Состоялись важные визиты президента в Бельгию, Францию, США, Ливан. Президент отметил также продуктивные визиты спикера парламента во Францию, госминистра в Австралию, министра иностранных дел в Москву. Осенью этого года планируется проведение в Степанакерте международного экономического форума. Коснувшись социально-экономических успехов, президент констатировал рост ВВП на 15,6%. Рост отмечен во всех отраслях, в особенности в промышленности, на 55% благодаря горно-рудной сфере. Рост в энергетике составил 16,2%, в сельском хозяйстве – 7,8%. В текущем году в республике завершится переход на цифровое теле и радиовещание. Завершено строительство онкологического и туб-диспансеров в столице амбулатории в Ишханадзоре. За год реализовано 50 программ социального характера. Активно и успешно продвигается процесс приведения законодательства республики в соответствии с новой Конституцией. Глава государства отметил, что проделана большая работа и очевидны результаты, добавив при этом, что многое еще предстоит сделать. Будут реализованы масштабные программы практически во всех отраслях экономики. Основной упор будет сделан на повышении конкурентноспособности экономики и уровне самодостаточности в ряде сфер, создание привлекательных условий для инвестиций, сокращение и упрощение администрирования, повышение степени прозрачности, подчеркнул Баку Саакян, добавив, что от реализации намеченных в текущем году программ во многом зависит достижение поставленных целей. Президент Саакян ответил далее на разноплановые вопросы депутатов. После часа вопросов исполнительной власти парламентарии рассмотрели ряд других вопросов. В частности, по представлению председателя высшего судебного совета Гайана Григорян, Асмик Хачатрян была назначена по итогам тайного голосования судьей Верховного суда республики. 20 апреля президент Баку Саакян принял членов баскетбольной команды Арцах, победившей на первенстве Армении по баскетболу среди мужчин Лиги А. Президент отметил, что эта победа – результат кропотливой работы спортсменов и тренеров. Во встрече приняли участие министр охраны окружающей среды, председатель Федерации баскетбола Арцаха Вазген Микаэлян, министр оборнауки и спорта Нарина Габалян, другие должностные лица. К другим новостям. Совместное заседание Госкомиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции и Нацкомиссии по телевидению и радио Армении началось с участия марцахского госминистра Араика Арутюняна. Госминистр с удовлетворением констатировал успехи двух армянских государств во всех сферах по итогам 2017 года, призвав к более тесному сотрудничеству, в том числе в области информационных и высоких технологий. По первому вопросу повестки дня, касавшемуся сотрудничества СМИ Арцаха и Армении по противодействию вызовам современности, выступил руководитель Нацкомиссии Армении по телевидению и радио Гагик Бунятиан. Последний отметил, что сотрудничество это должно носить в определенной мере скоординированный характер, призвав обозначить возможные формы взаимодействия на различных уровнях и в разных формах. Гагик Бунятиан, впрочем, как и все члены делегации Армении, изъявили готовность выслушать предложения и совместно подумать над поиском их решений. Руководитель ЗАО Арцахкаб Давид Акапян поднял вопрос технического плана. Речь идет о необходимости специализированного передатчика для вещания программ общественного радио на отдельной чистоте, без прерывания эфира общественного радио Армении. Нами был поднят вопрос о возможном использовании на и посредством телерадиоканалов Армении русскоязычных передач общественной телерадиокомпании НКР. Мы готовим различные сюжеты. У нас есть ежевоскресная русскоязычная программа на телевидении Вестник. У нас есть сайт, безусловно, в Ютубе выкладываем. Но помимо этого, вот мы можем как-то сотрудничать с телеканалами Армении, потому что у нас бывают достаточно интересные сюжеты. Приезжают русскоязычные и русские из России, из других стран политики. Бывают различные встречи. Писатели приезжают. Местные какие-то бывают круглые столы, дискуссии, которые, мне думается, будут небезынтересны и зрителям, положим, в мире, и нашей же диаспоре и так далее. То есть вот такие сюжеты, которые, мне кажется, востребованы, они как-то могут быть использованы посредством вас на вещание, положим, в мире. Мы можем как-то использовать ваши возможности? Я думаю, что такие встречи должны быть почаще. Почему? Потому что реально конструктивные вопросы могут обсуждаться только тогда, когда их возможно где-то поднять и понять, что дальше как делать. И я думаю, что вот все эти вопросы, которые были подняты на этом совещании, они имеют место и не только имеют место, они реально найдут свои решения. Самое главное, что все стороны совещания, они не только готовы, они на самом деле очень сильно хотят и очень конструктивно хотят решить все эти вопросы. Вот те вопросы, которые подняли насчет русскоязычных передач и так далее, это все тоже, конечно, можно обсудить. Конечно, не беззаконно, в рамках закона. И я думаю, что вот после этого совещания я моим коллегам на радио обязательно предложу и предоставлю все ваши вопросы и предложения. И думаю, на следующий раз было бы неплохо, если бы они тоже присутствовали. И я думаю, что у вас хорошее сотрудничество может быть не только с телевидением, но и с радио тоже. Во всяком случае, я очень надеюсь, что вот начало вот этой работы, оно приведет к решениям всех вопросов. На заседании принято решение о создании рабочей группы и проведении совместных работ по содействию озвученным предложениям. Главная цель сегодняшнего нашего заседания была наметить вопросы, наметить направление сотрудничества. Я думаю, через определенное время мы можем уже подвести какие-то итоги, и тогда будет ясно, мы решили свои задачи, достигли своей цели или нет. Уверен, что достигнем. Второй вопрос в повестке заседания представил член Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Гагик Хачатрян, рассказавшей о проделанных в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве двух комиссий работах, после чего были обозначены 18 предстоящих в этом году совместных мероприятий, которые пройдут как в Арцахе и Армении, так и за пределами двух армянских республик. Делегация Армении в тот же день имела встречу со студентами-журналистами Арцахского госуниверситета, заявив о своей готовности посредством курсов, лекций и стажировок содействовать их профессиональному становлению. В тот же день группу членов Национальной комиссии Армении по телевидению и радио во главе с руководителем структуры Гагиком Бунятианом и руководителей ряда ведущих компаний информационной сферы Армении принял президент НКР Баку Саакян. Были обсуждены вопросы взаимодействия двух армянских республик в телекоммуникационной и информационной сферах. Во встрече приняли участие председатель госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Акоп Каграманян другие должностные лица. Вы смотрите программу «Вестник». В среду студенты-юристы Арцавского госуниверситета провели показательный виртуальный суд по марагинскому геноциду. Открыло мероприятие его организатор, зав. кафедрой права Рита Рустамян, отметившая, что это дань уважения памяти жертв Мараги и одновременно призыв к его правовой оценке, ибо подобного рода чудовищные преступления не имеют срока давности. Марагинский геноцид, совершенный Азербайджаном 26 лет назад, осудили в своих выступлениях преподаватели кафедры права Татевик Геваркян и Армине Даниилян. Далее началось само судебное заседание. Гаага, 2000-й год. Конвой ввел главарей марагинских зверств. Судьи, представлявшие различные страны, дали присягу на беспристрастное рассмотрение дела среди них и судья от России Валерий Карпов. Я торжественно обязуюсь выполнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия в качестве судей Международного уголовного суда честно, неукоснительно, беспристрастно и добросовестно, и соблюдать конфиденциальность расследований и судебного преследования и тайну совещаний. Суд заслушал показания живой свидетельницы геноцида в Мараге Эммы Мовсисян, рассказавшей о бесчеловечных убийствах своих родственников Захарянов. Далее были воспроизведены видеозаписи с показаниями других жертв и свидетелей Мараги, в том числе вице-спикера Палаты Лорда в Великобритании Керолайн Кокс. В своем слове прокурор обвинил руководство Азербайджана в практике героизации человека-убийц, приведя в качестве примера героизацию Рамиля Сафарова топором убившего спящего армянского офицера Гургена Маркаряна в ходе учебных курсов в Европе. Прокурор, сославшись на соответствующую статью римского статута, потребовал для подсудимых пожизненного лишения свободы. Удалившись в совещательную комнату, суд вернулся в зал для оглашения приговора, в соответствии с которым командиры азербайджанских вооруженных сил признаны виновными в совершении геноцида в Мараге и в соответствии с пунктом 2, части 1 статьи 70 римского статута были приговорены к пожизненному заключению. На этом открытое судебное заседание было объявлено закрытым. Преподаватель кафедры права Сося Алексанян заявила о последствиях подобного судебного решения, предусматривающего различного рода компенсации жертвам геноцида. Высокую оценку мероприятию дала ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, назвав его впечатляющим и востребованным. Мы должны помнить о трагических эпизодах истории нашего народа, не забывая, однако, что каждый раз за драматичным апрелем наступает героический победоносный. Май месяц заключила ректор. По достоинству оценил мероприятие доктор юридических наук из Ереванского госуниверситета Артур Вагарщан. «Мероприятие имеет несколько значений. Это, во-первых, учебный, педагогический, во-вторых, воспитательный. В нем есть еще такое политическое значение. Первое значение учебное – это то, что первокурсники, я смотрю, были также первокурсники, учатся прикладными навыками, навыками ведения суда, собирания доказательств. Сам спектакль имеет воспитывающее значение для будущего поколения нашей Родины. В том значении, что мы обязаны помнить свою историю, мы обязаны из него взять уроки и так перестроить наше государство, чтобы таких киноцид в судьбе нашего народа не было никогда». «У вас есть оптимизм относительно того, что наступит и Марагинский Нюрнберг?» «Ну, как юрист, у меня нет оптимизма. Я в своем выступлении сказал, мы немножко сейчас, наверное, юридическим романтизмом занимаемся. Если вы видите, сейчас в мире творится настолько парадоксальных явлений, что сверхдержавы даже не могут свои вопросы поднимать и решать. Я думаю, что мы в этом случае не добьемся. Поэтому первый урок, который можно взять из этого в том, что мы должны быть сильными». Депутат Национального собрания НКР Арзик Махитарян назвала марагинскую резню пощечиной человечеству, выразив благодарность студентам за попытку ее правовой оценки. Она понадеялась, что будущие юристы смогут сделать когда-нибудь данный виртуальный суд реальностью. «Годами это мысля о том, что геноцид в Мараге. Этот вопрос не поднимался до международного уровня, а там произошел геноцид со стороны азербайджанского народа. Мировое сообщество молчит как-то, как юрист, как человек, как гражданин нашего государства. Я с помощью моих студентов, с помощью юристов, с помощью правоведов хотела голос поднять и сказать миру, что такие преступления не должны оставаться в тени. Ведь преступления против человечества, они не имеют срока давности. Марага – это свидетельство геноцида». Данное мероприятие очень актуально, так как безнаказанность таких преступлений, как Марагинское, приводит к их повторению. И мы, студенты-юристы, постараемся внести свой вклад в признание и осуждение мировым сообществом геноцида Мараги. «В первую очередь я хочу поблагодарить организаторам этого мероприятия. И хочу сказать, что и педагоги, и студенты очень ответственно отнеслись к этому, подошли очень ответственно, они были рады этому. И хочу сказать, что рано или поздно международное сообщество все равно осудит это преступление против человечества и когда-нибудь справедливость восторжествует». В минувший понедельник на кафедре русского языка Арцарского госуниверситета состоялся брейн-ринг «Путешествие по стране филологии». «Собираемся провести со студентами-русистами 4-го и 3-го курса в русской филологии интерактивную интеллектуальную игру викторину под названием «Путешествие в страну филологии». Нестандартные формы проведения уроков имеют свои положительные стороны. Во-первых, полностью, на мой взгляд, раскрывается личность студента, развивается его коммуникативная компетенция, образное мышление, творческие способности. Наши студенты сегодня это докажут. Они покажут правильность и красоту русской речи, ее выразительность, знание двух языков русского и армянского». Перед началом брейн-ринга студенты-филологи чествовали его величество русский язык афоризмами русских писателей. «Наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками». Иван Сергеевич Тургенев. «В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый русский язык!» Иван Сергеевич Тургенев. «Прекрасный наш язык, под пером писателей, не ученых и не искусных. Быстро клонится к падению, слова искажаются, грамматика колеблется. Орфография сия геральтика языка изменяется по произволу всех и каждого». Александр Сергеевич Пушкин. «Русский язык в умелых руках и в опытных устах, красив, пивуч, выразителен, гибок и вместителен». Александр Иванович Куприн. «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». Виссарион Григорьевич Белинский. «Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном богатстве своем без всякого чуждого примеса течет, как гордая величественная река шумит и гремит». Николай Михайлович Карамзин. «Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе звучание почти всех языков мира». Константин Георгиевич Паустовский. «Русский язык. Тысячелетия создавал наш народ. Это гибкое, пышное, умное, поэтическое трудовое орудие своей социальной жизни, своих чувств, своего гнева, своего великого будущего». Алексей Толстой. «Первый этап викторины предполагал представление в необычной форме команд, а их было две – «Виола-фиалка» и «Галантус-подснежник». «Девчонка с именем Испанский – Кармен, но с характером Арцахский. Святое имя у тебя, Марьям, порадуй же ты всех, шутя». «Солнце дорожку пробьет, под эти подсвежники только вперед!» Жюри, проходившего в атмосфере веселья и дружбы конкурса, возглавляла завкафедрой русского языка Нуная Аракелян. «Показательное занятие, открытое занятие в форме интеллектуального брейнинга по специальности. Такого рода занятия позволяют студентам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, во-первых. Во-вторых, показать свой уровень владения русским языком, знание русской культуры, свою начитанность и просто интересно провести время». Как и следовало ожидать от добряков-филологов, победила в итоге дружба. А воодушевленные студенты, а точнее студентки, представили инсценировку «Золотой век русской литературы». Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вестник». До встречи в телеэфире в следующее воскресенье 29 апреля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова